всем привет друзья с вами малом адрес и у меня для вас есть отличные новости они как хорошие так одновременно плохие для вас я думаю они хорошие потому что ну вам как бы вы смотрите видео да так и так на меня немножечко плохие в том что я уже сделал готовое видео уже практически публиковал его на youtube но кое-что изменилось видео было о том что вышел бета-тест apix legends mobile и что мол в него никак не поиграть это бета-тест и вот я вам сейчас покажу геймплей там собственно из интернетов вы мы с вами обсудим что это такое но кое-что поменялось я смог запустить apix legends и в него поиграть поэтому тот ролик придется выбросить на помойку ой как громко тот ролик придется выбросить на помойку к сожалению где там трепался рассказывал о своих эмоциях насчет видео но сейчас все будет гораздо круче потому что мы прямо сейчас с вами будем играть в apix legends и и делать собственные выводы основываясь и именно на свой геймплей на свои ощущения она не на чужие видосы как поиграть ребят я замучился его устанавливать я не буду в ролике показывать как я это делаю давайте я просто ссылку оставлю день в описании именно на пост откуда я понял и как вот устанавливать и так далее а это apix legends вкратце расскажу что это такое apix legends это королевская битва вышедшая там полтора или два года назад создавшая конкуренцию пабгу но ненадолго она как бы вспыхнула хайпанула а потом что-то как-то все потухло игра очень динамичная от первого лица была на пк и красочная прикольная и заточена на не просто на горизонтальный геймплей еще на вертикальный то есть можно забираться на высокие там всякие здания паркурить большинство персонажей здесь заточены именно на какое-то перемещение в пространстве и времени то есть игра очень быстрая скоростная динамично но сейчас мы посмотрим с вами что в мобильной версии давно разрабатывалась эта игра и я вам сразу скажу так как я видео уже дропать собирался со своими впечатлениями о геймплее у меня есть куча вопросов к этой игре именно скажем так даже не вопроса о претензии но вы сейчас все сами поймете в общем чем рассказывающий все поймете когда мы загрузимся конферм никто не занял новый герой а блуд хаунд да все очень похоже на пока версию друзья мои все очень похоже сейчас я записываю это видео с samsung galaxy s 20 плюс и многие меня спрашивают как я записываю ролики и стриме у там с айпада с телефона на самом деле система не самая простая карта захвата переходники obs к настройка всего этого и соответственно с первого раза конечно ничего не получалось но сейчас есть способ стримить намного проще например с помощью приложения донейшин alert studio причем напрямую с телефоном безо всякой лишней аппаратуры нужно только устройство и приложение все больше ничего не надо причем она позволяет стримить помимо ютуба на twitch vk и даже не побоюсь этого слова одноклассники довольно неплохо очень приятно ранее я пытался использовать различные приложения но постоянно упирался в какие-либо трудности здесь же настройки максимально удобные интуитивно понятны абсолютно все настраивается любые виджеты сбор средств донатики новые подписчики топ донатеры изображение и даже чат в общем все то что я настраиваю в оба ски на стриме для пк только теперь прямо с телефона безо всяких проблем и дополнительной аппаратуры можно запустить стрим прямо с приложения либо подключиться к запланированному заранее то есть для того чтобы запустить качественный стрим в отличном разрешении теперь не нужно быть привязанным к стационарному компу а запускаться из любой точки где есть нормальный интернет и и стримить себе в кайф и что самое приятное приложение абсолютно бесплатно и без рекламы донейшин alert studio очень полезный софт для стримера мобильных игр особенно для начинающего так как все технические помогаторы такие как карта захвата или переходники стоят очень немало денег поверьте а с помощью приложения вы экономите себе эти деньги так что скачивайте приложение по ссылке в описании либо сканируете вот этот qr-код и стримте прямо с телефоном приложение есть как на ios устройство так и на android ну а теперь устраивайтесь поудобнее мы переходим к видео ставьте лайк и желаю всем приятного просмотра итак друзья мои погнали посмотрим у нас есть персонажи два персонажа давай-ка посмотрим ой как прикольно когда ты сам это делаешь я бы поведался мне интересно было так у меня есть лифлайн это хилерша по-моему давай и блаут хаунд блаут хаунд это чел который следы выслеживает но вот пока по вот этим вот анимациям и прочим мне кажется что все отлично понимаете то есть великолепно я даже сказал все как в пк-версии графон отличный все замечательно не ребят твой я не хочу нажимать видимо придется хорошо пойдем сразу в катку и я хочу сказать что то есть вот пока что вот то что я вижу оно очень впечатляет но сейчас произойдет кое-что что меня расстроило когда тот ролик записывал и вы сейчас убедитесь в этом сами когда мы с вами зайдем в саму катку друзья мои о гибралтар фри фарн давай гибралтар можно пожалуйста его взять или нельзя все я беру гибралтара я не знаю что он дает но мы его возьмем кстати тут русский язык в игре есть насколько я знаю так я выбрал гибралтара у нас будет в райс вот в райс она делает эти ставят в телепорты скажите еще что я без ботов буду сейчас играть но я в это вообще не поверю ребят блин капец конечно я так рад что у меня получилось записать его чуть не выложил ролик где я по чужому геймплею собственно делал какие-то выводы и прям в последний момент можно сказать я нашел способ как играть это кайф так ну идем друзья мои а вы обязательно ставьте лайк не забудь пожалуйста поставить лайк и мне будет очень приятно и подписаться на канал если все еще не подписаны вот пока все великолепно прям все полетели мы с вами карта как мне кажется меньше чем в пока версии но я могу ошибаться потому что я в ней толком не играю так давайте-ка быстренько графон настроим basic sensitivity блин где графика то наверное в катке просто нельзя графику до менять или что ладно короче полетели мы летим сейчас пока все замечательно ребят пока все хорошо skyhook все как пк-версия ну кроме графики конечно в этом позже огонь огнище и блин все а вот теперь начинается дриска пляска друзья мои так давай колтаемся о чем я говорю просто тут третье лицо тут третье лицо да можно переключиться но тем не менее это ничего не дает все очень медленно и очень медленно и посмотрите вот я вот 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 прям вот я очень расстроился до подкаты есть там все есть но все очень медленно и ребят вот я просто сейчас сделаю вставку на видео вот как раз которую я вставлял до этого просто и вы сейчас увидите какая там динамика апекс это динамичный шутер который просто 300 миллиардов в секунду происходит действие различных понимаете то есть все очень медленно и такое ощущение что персонажа просто пластилином намазали вот посмотрите он еле передвигается ну ладно хорошо вон люди очень все туго идет конечно тут наверное графон надо как-то поднастраивать подожди какой нафиг дробовик чел и тут есть еще такая тема что я не умру если упаду то есть вот этот вертикальный геймплей то есть вон как давай 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 а здесь нельзя хорошо короче первый минус я вам рассказал второй минус ребята это конечно графика то есть персонаж весьма хорошо прорисован все хорошо но текстура это жесть это бот и надо вот здесь все сохранено то есть вот как пока версия все вот эти вот худ вот эти все цифры до ну давай умри уже все одного чего я убил так давай сюда меня патронов давай ка с пистолета вы же все медленно и у меня прям слов нет так патроны я взял еще какие-то energy это выкинем вот это выкинем вот это выкинем вот это выкинем вот это выкинем я что-то могу бросить хорошо я понял но это сам персонаж дефон съемок сделать а здесь я могу это у меня граната да да это граната а здесь вот это boost все главное не перепутать это я щит сейчас набираю давай 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 родной об все щиток набрали но еще одна есть но я не хочу ее применять погнали надо другое оружие взять что у меня дробовик дурацкий на фпс конечно оставляет желать лучшего вот нужно было просто задержать кнопку и все было бы четко хорошо так иди сюда так патроны 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 так давай лишнего это выбросим да тихо тихо так давай настраивать но остальные кнопки я пока трогать не буду я думаю что мне будет достаточно именно привычных кнопок а насчет графона хотел бы сказать графон тут не очень то есть вот если внутри еще более-менее то когда мы выйдем на природу шку матушку вы офигеете ну то есть графика не для игры которая разрабатывалась хрена ли он лет давай-ка мы возьмем фатлайн тихо тихо иди сюда дай мне что-нибудь уже так я что-то сделал это это вот да и он убежал куда-то так давай-ка мы вот сюда поставим а я понял я вспомнил это сейчас артиллерия будет блин ну конечно с таким фпс артиллерия это что-то ребят может первое лицо врубить хотя бы хочет как-то будет что-то будет не ну динамика конечно не то вообще жесткие просадки конечно можно было на рокфон установить но я что-то не хочу на рокфон еще устанавливать так у нас сходится зона и нам кстати надо в нее валить подо мной кто-то ходит слышу это либо свой тиммейт вот про графику я вам это и говорил да то есть посмотрите сейчас вот эту машину посмотрим ужасная график ужасная детализация да то есть хотя может здесь не совсем она ужасная короче главная претензия моя к апексу то что там все динамично происходит тихо 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 там все происходит динамично и кайфово здесь же ты ну вот игру просто чел пострелял я в него пострелял здесь не получается эту динамичность сохранить шарите я вот то же самое говорил раньше что когда еще вот про апекс то в самом начале услышал где-то полтора года назад может два я говорю что да не получится потом мобильной игре сделать вот такую динамику как в пк так собственно я и ощущаю даже если включу первое лицо я думал по ролику что кстати красиво вот пушки более-менее что если мы типа врубим первое лицо тогда сюда там посмотрите как графа классно если мы врубим первое лицо будет чувствоваться ну может быть конечно ладно я не буду осуждать эту игру как минимум потому что это еще бета-тест это реально бета-тест может быть все поменяется я на это надеюсь так давайте патроны выкинем прицел у меня это что у меня это свои нет это чужие тихо так это батяра же да правильно понимаю хорошо раз это батяра то тогда вот и все а я по себе тоже да нет я по себе тоже хреначу а почему ты часто не подкат не делал пойдет так что у нее тут зона идет шил блин у меня шилдов нет ладно хилимся 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 нет cancel давай еще 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 рудной еще 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 и не хочу умирать давай 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 я не хочу умереть от зоны давай бежим надо дойти ребят надо дойти понимаю дайди уже блин тихо 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 давай 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 тогда fans а я тоже не могу стрелять его все ребята блин жесть конечно фпс люто проседает это слов у меня нет если придурочится то в конечном итоге динамика прочувствуется возможно так это у меня хуже или лучше вот понять 179 это что не у меня лучше давай здесь у нас все давай хилимся дальше ну мне кажется здесь принципе лишнее просто третье лицо здесь изначально она была на затачивать на первое все было бы огонь поезд какой-то чё слышу стреляют ну пойдем посмотрим поезд интересно пойдем просто на выстрел это на бот развлекаются сколько катка интересный идет вопрос сейчас мы на них вызовем как раз нет ничего не вижу из этих кнопок дурацких где стреляют то а вон ой сенса ребята ой сенса ребята на прицел бы на получше найти жесть нас они нереально опа видали добить надо бы давай так тихо вижу мне просадки жесть конечно попади ты по нему отлично жесть у него какая броня там так я могу поднять вот это вот так сделать не знаю слушайте могу очень хорошо я попал здравствуйте господа родные учета ни к кому него папа как будто вроде нормально прилетела все надоели вы мне короче идите вы нафиг я пошел вас гнобить надоели реально я там уже стреляю 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 пойдем давай грохну одного грохнул но так кто кого не вижу пока о вижу опа это я убил или что да жесть вот эти конечно эффекты красивые может быть ребят насчет динамики может быть если бы не так не проседал фпс было бы все по другому я не знаю то есть у меня впечатление сейчас хороший я даже очень рад что не дропнул то видео потому что я прям ну честно я прям захейтил очень сильно что типа там вообще не то да в целом нормальным блин можно же интересно сенсу настроить как я понял графика не настраивается либо я что-то плохо понял ну в общем у меня на самсунге не очень игра идет пока в общем но я рад что она в принципе идет ребят вы сделайте пожалуйста свои выводы в комментариях напишите мне будет очень интересно почитать что вы думаете какой вывод хочется сделать игра специфическая я думаю что она отгребет свой кусок аудитории для людей которые не нашли что-то свое в пабк мобайли также колде то есть здесь будет своя аудитория так чтобы она убила папки я сомневаюсь что это произойдет будет просто вот как бы существовать игра на этом я заканчиваю дорогие мои друзья надеюсь видео вам понравилось пишите обязательно в комментарии как вам игра обязательно ставьте лайк и так же если хотите больше апекса тоже пишите об этом в коментах с вами как всегда был малом адрес увидимся в новом видео всем пока